СЛОН.РУ Активно сейчас прямо об этом и поговорим с главным редактором СЛОНА Андреем Горяновым на студии. Доброе утро. Доброе утро. Я видела статистику, что суммарно более 130 тысяч соберется по России, это учитывая, видимо, и московский митинг тоже. Ну, это те люди, которые изъявили желание пойти, поэтому мы просто собрали информацию и, в общем, ее агрегировали и представили в каком-то виде. На самом деле, в топ-списке соответствует количеству жителей городов. То есть в городах-миллионниках больше придет, а в городах поменьше, соответственно, поменьше. Ну, абсолютно верно. Москва, Петербург, Новосибирск. Первые самые три большие города, в них самое большое количество человек. Как вы знаете, в Москве митинг разрешен уже на 30 тысяч человек, и, возможно, эти 30 тысяч человек и будут. Во всяком случае, на, по-моему, на вчерашний день, в середине дня, было больше 26 тысяч в социальных сетях зарегистрированных участников. До эфира я видела почти 33 тысячи в настоящий момент. А, ну вот, у вас более свежие данные, соответственно, и больше людей. Однако, есть города, где количество людей непропорционально населению. Например, город Архангельск. Как мы знаем, именно в Архангельске очень было сильное протестное голосование, то есть против Единой России. В этом городе выйдут на улицу еще большее количество людей. Это, в общем, довольно занимательная статистика. А вообще, насколько связан выход на улицу людей, участие их в митингах завтрашних с результатами голосования, вот с этими протестными настроениями? Мне кажется, это, в общем, довольно прямая корреляция, потому что те люди, которые выходят, они не видят в круге своих знакомых, голосовавших за Единую Россию. У них создается полное ощущение фальсификации выборов. И о них выходит, собственно говоря, с лозунгом пересмотра отмены, может быть, даже отменов результатов выбора и пересчета голосов. Соответственно, ну, в общем, конечно, статистика прямая. То же самое происходит, на удивление, в Алтайском крае, вот я только что подглядел, и в нашем, в общем, другом достаточно протестном регионе, в Калининграде. Там, как мы знаем, голосовали за Единую Россию тоже не так много людей. Если в Архангельске порядка 30, то в Калининградской области 37 процентов за Единую Россию. Ну, в общем, это все не слишком отличающиеся, довольно сильно отличающиеся официальности. А что юг страны? Там потеплее, митинги проводить с точки зрения климатических условий поприятнее. Мне кажется, что, вот насколько я помню, на юге страны ничего не происходит аномального. То есть, да, есть города, которые выходят на манифестацию, но одновременно они либо соответствуют количеству жителей в городе, либо ниже. То есть, юг не является протестным. Ну, всегда был север России более протестным, чем юг. Переплюнуть в Москву вряд ли какому городу удастся 30 тысяч собрать. Среднее по стране количество людей, которые собираются на такие акции выйти, 100, 200, 300 человек. Сколько планируют? Ну, так, да? То есть, это какой порядок цифр? Ну, смотрите, почему? Давайте берем топ-список. Например, город Петербург. Пропорционально количество жителей. 4 миллиона 20 тысяч собираются выйти. Барнаул. Тоже довольно крупный город. 7 тысяч. В общем, это даже выше среднего. То есть, тысячами измеряется, не сотнями. Конечно, конечно. Вот смотрите, самые низкие показатели. Я почему-то спрошу, потому что, например, на акцию 5 декабря вышло в большинстве городов с несколько сотен, не больше. Даже до тысячи не подтягивали. Это же было довольно стихийно. Стихийно, да. Да, и Москва была просто самая активная. А здесь уже прошла неделя, провели какие-то подготовительные действия. Было огромное количество информации в сети в отношении нечестности выборов. В частности, мы публиковали несколько статей, в которых, например, в Москве, по мнению... Есть такой проект «Гражданин-наблюдатель». Единая Россия получила не более, дай им хох в памяти, 25%. Но это по участкам в Москве. Как мы знаем, голосование сильно отличало. Ну, вот если мы возвращаемся к количеству людей. Ну, вот в Астрахани 317 человек. Да не очень много. В городе Сургут, однако, это уже северный регион, 700 человек. В Томске 800. Петрозавод, который маленький город, но тоже северный, это вообще была довольно большая проблема с СЗФО. Тысячи человек вышло. Ну, для Единой России имею в виду. Очень хочется надеяться, что все эти акции пройдут мирно, без каких-то эксцессов, без провокаций. Спасибо большое. Андрей Горянов, главный редактор портала «Слон.ру».